Они болели за нее три месяца, пока на федеральном канале шел проект «Голос». Посмотреть и послушать Дину Гарипову пришли 800 человек. Свободных мест в Театре юного зрителя не было. Я счастлива стоять сегодня на этой сцене и счастлива тому, что имею честь каждому из вас сказать огромное спасибо за то, что вы пришли, за то, что вы поддерживали меня еще с телепроекта «Голос». Она на сцене с шести лет. Дина Гарипова закончила школу Зеленодольского музыкального театра и гастролировала по всему Татарстану. На следующий день, после того, как за нее проголосовал почти миллион телезрителей, президент республики присвоил ей звание заслуженного артиста. Святая наука, прослышать друг друга сквозь ветер на все времена. Это первое турне молодой певицы. Но у Гариповой уже есть фан-клуб. Наталья Некрасова показывает свои сокровища. Фотографии с автографом уже из Саратова. Афиша из Казани. В погоне за любимой певицей девушка не жалеет ни сил, ни средств. Саратов уже шестой город в ее личном туре. Мне не жалко. Не жалко. Я ни разу еще не пожалела, что я дала большие деньги, да, чтобы посетить концерты Дины в других городах. Это того стоило. Это потрясающе. Как победительница телепроекта Дина Гарипова заключила двухлетний контракт со звукозаписывающей студией Universal. Правда, пока на сольный альбом певица материала еще не собрала. В ее репертуаре только старое, доброе, вечное. Тогда действительно писались песни такие, что они могут жить веками. Я уверена, что они еще будут десятилетия вперед дальше так же существовать и по-новому перепеваться. Алла Пугачева и Анна Герман. Песни из кинофильмов и старинные романсы. И только одна написанная специально для нее Дины Гариповой. Своего композитора у «Голоса России» пока нет. Анна Головчинская, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.